Здравствуйте, уважаемые слушатели! Меня зовут Елена Дмитриевна, фамилия Ерискина. Моя задача рассказать вам о том, что такое историческое эссе, как одно из заданий Олимпиады по истории. Я сегодня буду говорить вам об эссе по истории по следующему плану. Сначала мы посмотрим, что такое эссе вообще, потом, как оно выглядит, его структура, его форма, и в конце, каково его содержание и критерии. Начнём с того, что такое эссе по истории. В целом, эссе – это прозаическое сочинение небольшого объёма и свободной композиции. Что является самым главным признаком эссе, которое вообще выделяет данный жанр из всех остальных? Это выражение индивидуальной вашей личной точки зрения на то, о чём вы пишете. Всегда эссе – это свободные размышления автора на заданную, на определённую тему. Что же является целью исторического сочинения, исторического эссе на Олимпиаде? Как правило, это комментирование той цитаты, которую вы выбрали для своей работы. И кроме комментирования, это в ходе комментирования демонстрация результатов вашей индивидуальной познавательной деятельности. Это довольно сложно, и поэтому, когда мы подбираем какие-то синонимы к понятию эссе, историческое эссе, то чаще всего подбирают следующие. Первое – это творческое комментирование. Это может быть творческое комментирование цитаты. Второе – это творческая переработка. Третье – самое, как бы, точное – это добавление своего голоса к голосу автора. Или четвёртое – это смысловой аккомпанемент. Поэтому, когда вы приходите на Олимпиаду или перед вами набор из десяти цитат историков, выдающихся деятелей, писателей иногда, не имеющих отношения к науке истории, то ваша задача – выбрать ту цитату, по которой больше всего вы предполагаете у вас знаний. Ну, например, вы можете выбрать одну цитату из трёх периодов. Как правило, бывает что-то по древней истории, несколько цитат, по новой истории и по новейшей истории. Обычно две-три цитаты по разному периоду. Какой период вы больше любите и больше знаете, где вы чувствуете силы свои, вы можете выбрать именно эту цитату. Значит, сейчас мы можем сделать промежуточный вывод. Перед вами проблема, что такое сочинение. Вы поняли, что историческое сочинение – это небольшой объём, это свободная композиция и ваш смысловой аккомпанемент к выбранной цитате. Теперь давайте посмотрим, как выглядит это сочинение. Какова его форма, какова его структура? Обычно это текст на одном, двух и более листах. Я покажу, как выглядит сочинение на Всероссийской Олимпиаде, которая получила 47 баллов. Здесь чётко 14 страниц. Не обязательно писать столько же, можно лист, можно страницу, но текст должен быть, должны быть поля и должна быть красная строка. Дальше. Конечно, важно, чтобы, как любое произведение, сочинение, оно имело вступление, основную часть и заключение. Конечно, возможен и эпиграф. Однажды, в прошлом, в девятнадцатом году, на городском этапе Всероссийской Олимпиады школьников, у нас были сочинения, которые имели эпиграфы на французском языке. И мы разобрались, как их проверять. Но это не обязательно. Вы понимаете, для чего нужен эпиграф. И, например, на той цитате, которая у меня за спиной, император Пётр Третий дал ход давно назревшим преобразованиям и даже во внешней политике Ахиллесовой пяти его царствования. Но воспользоваться ими сумела Екатерина Вторая, как и плодами других преобразований мужа. Девочка, получившая сорок семь баллов на Всероссийской Олимпиаде, писала сочинение по этой цитате. Её эпиграф следующий. Никола Макеавели «Государство». Всякая перемена прокладывает путь другим переменам. То есть она показала в этой цитате суть того, о чём она будет говорить. Про преемственность, про изменения, про реформы и по преемственности она будет писать. То есть, конечно, да, эпиграф возможен. Отдельной оценки за эпиграф, например, конечно, нет. Но в общую оценку будет входить форму, структуру, в то, как выглядит это сочинение. Будет учтено то, что у вас есть и эпиграф. Дальше. По форме там должна быть цель прописана, задачи, обычно четыре. После каждой задачи обычно промежуточный вывод, в конце общий итоговый вывод. И ещё можно применить такую метафору, что форма, ёмкость, в которую вы вкладываете содержание эссе, мы можем сравнить с супницей и супом. Если нет у вас супа, и вы положили на донышко чуть-чуть пол-ложечки, форма не поможет тому, чтобы вы получили высокую оценку. Нужно, чтобы и содержание, и форма соответствовали друг другу. Не может быть содержание вашего сочинения лучше, чем то, что вы туда вложили, лучше, чем содержание вашей головы. Поэтому форма очень важна, но очень важно и то, что вы вкладываете в эту форму. Третье и последнее, о чём мне хотелось бы сказать, это каково же его содержание. Очень часто дети, приходя на Олимпиаду, занимаясь исследованием таким, работают по принципу «я его слепила из того, что было». То есть всё, что я помню на тему Пётр Третий, Екатерина Вторая, безструктурно, я вкладываю в это сочинение. И на апелляциях часто бывают обиды «по поводу я написал целых пять листов, а баллов у меня мало». То есть, конечно, первое и главное содержание сочинения по истории на Олимпиаде надо помнить, что это исследование. Исследование, а не рассказ о том, что я помню из разных источников. Не просто вываленная вся информация про эту тему, какая есть у меня в голове. Поэтому нужно знать содержание этого исследования, содержание того, как это будет, ваше произведение оцениваться. Где можно это найти? Каждый из вас получит информацию, где будет написано историческое эссе, что нужно знать, чтобы его написать, и каковы его критерии. А дальше будет, естественно, список тем. Так вот, критерии все на листочке перед вами. И очень часто на апелляции говорят, а откуда же я знал эти критерии? Поэтому мы на всякий случай их повторим. Итак, первый критерий, он звучит следующим образом. Обоснование выбора темы, то есть почему выбрана данная тема, проявление личной заинтересованности в ее раскрытии, и творческий характер, и ее восприятие, и осмысление. Что же здесь можно писать? Я прочту то, как написала эта девочка на Всероссийской Олимпиаде. Она выбрала тему, которая сзади вас. Начало. Галантный, восемнадцатый век, в российской истории часто называют временем гинекократии, то есть женского правления. После Петра Великого три наиболее длительных царствования принадлежат Анне Иоанновне, Елизавете Петровне и Екатерине Великой. Но при этом короткие правления почему-то забываются. Восемнадцатый век меня привлекает именно своей неоднозначностью и неочевидностью. А данную тему я выбрала потому, что фигура Петра Третьего в череде всех правителей восьмнадцатого столетия является наиболее дискуссионной. Некоторые исследователи, и она называет их, считают, что Петр Федорович был прогрессивным правителем, отвечавшим духу своего времени. Другие опять называются эти авторы, называют Петра нескладным и неумелым государственному управлению, инфантильным. Не может не вызвать откликов в сердце трагичная судьба императора, столь же, обратите внимание, щенящая и потрясающая, как небольшое произведение для скрипки Людвига ван Бетхоена ангелы и демоны. Личность Петра Третьего тесно связана с его супругой Екатериной Второй Великой и называется имя исследователя. Екатерина считается шкатулкой с двойным дном. Ее тоже интересно исследовать. Так вот, для того, чтобы исследовать эту цитату и тему, я хочу поставить цель. Цель такая. Существовала ли преемственность политики Петра и Екатерины? То есть, вы посмотрели, я не буду больше отвлекать вас такими длинными цитатами, но вы посмотрели, как это выглядит. Обоснование выбора темы, эмоциональное отношение к этой теме, творчески ли воспринимает человек то, о чем он пишет. Почему я остановилась подробно на этом? Потому что обычно это не представлено. То есть, по первому критерию, а здесь до пяти баллов вы можете получесть. Как правило, не говоря уж о том, что цели не упоминаются, а все-таки сочинение ваше это исследование, вообще не говорится ни почему выбрана цитата, никак я к ней отношусь, а на консультациях обычно говорят, ну я просто по этому вопросу больше читала. И все. Если не следовать этому критерию, вы не сможете набрать пять возможных баллов. Обратимся ко второму критерию. Второй критерий звучит так. Качество структуры ответа, то есть структура, наличие плана ответа, объяснение задач, которые ставит в своей работе участник, четкость, доказательность основных положений, наличие выводов. Например, в той работе, о которой я упоминала, еще раз сорок семь баллов получил ребенок на Всероссийской Олимпиаде, то в соответствии с ее целью, то есть определить существовала ли преемственность политики Петра Третьего и Екатерины Второй, она ставит следующие задачи. Рассмотреть преобразование Петра Третьего во внутренней и внешней политике, ответить на вопрос, воспользовалась ли Екатерина Вторая плодами преобразования своего мужа, решить, двинулась ли Екатерина в ту же сторону, что и Петр, при этом умела обходя препятствия, о которые споткнулся ее муж, и сделать обобщающий вывод о том, была ли политика Екатерины преемственной по отношению к Петру Третьему. Обычно не ставят задачи, это почти 75% работ. Дети не утруждаются этим, они просто пишут, что знают про это время. И я подробно остановилась и на втором критерии. То есть здесь важно, понимаете ли вы суть темы, поставили ли вы цель, разделили ли вы цель на задачи, логична ли ваша работа, есть ли у вас промежуточные выводы по задачам, связаны ли главной целью. В этом втором критерии вашим девизом должно быть следующее выражение ни одного тезиса без доказательства. Третий критерий это гранатность использования исторических фактов. Что оценивается здесь? Насколько точно вы излагаете фактически и теоретический исторический материал. Ваши факты должны быть без ошибок в оценках, фактах, датах, именах, статистике, названиях. Ваши термины исторические должны быть без ошибок, лучше с пояснениями. Не стоит привносить в вашу работу избыточную информацию, то, что мы называем лапша, вода. Факты должны соответствовать заявленной теме и они должны быть полными. В таком случае, если все эти критерии вы будете держать в голове, ваша работа будет соответственно оценена и по этому критерию. И последний критерий, критерий четыре, это знание разных точек зрения по избранному вопросу. То есть вы можете привлекать суждения историков, современников рассматриваемого периода. Как можно готовиться здесь? Конечно, нужно приводить имя историка или историков, современников, нужно приводить название работы, нужно ваше как бы ваше изложение точки зрения оценки того, о ком вы пишете и вы можете привести свое отношение и полемику между учеными к той или иной оценке. Вот если все это будет иметь место в вашей работе, то вы получите соответствующие оценку. Итак, четыре критерия. Критерий один до пяти баллов, критерий два до восьми баллов, критерий три до семи баллов и критерий четыре до пяти баллов. В сумме получается двадцать пять. Хочу сказать, что эта сумма баллов только для городского этапа. Если вы выигрываете, то дальше ваше сочинение будет оцениваться по этим же критериям только с другими баллами. Там будет пятьдесят баллов. Итак, максимально на городском этапе двадцать пять баллов. Ну, а теперь разрешите пожелать вам успехов в подготовке и побед на Олимпиаде. Спасибо! Продолжение следует...